Это Любовь Соболь. Вчера по всей России прошли акции против повышения пенсионного возраста. Тысячи людей вышли на улицы, несмотря на противодействие властей. Ни задержания, ни запугивания не помешали гражданам показать. У них есть мнение, и они готовы его отстаивать. В большинстве городов акции были несогласованные. Власти просто отказались их согласовать в приемлемых для людей местах. Это уже традиционный прием наших чиновников. По закону порядок проведения митингов в России уведомительный. То есть люди должны сообщить, где хотят митинговать, чтобы власти помогли им с организацией и безопасностью. Так это должно работать. Но у нас граждане заявляют акции в центре города, где же еще митинговать. Но им говорят, а идите-ка вы лучше на окраины, или вот на кладбище можете. Получается не право на митинги, а издевательство над правами. Но иногда чиновники даже не предлагают других мест для митингов, как было, например, в этот раз в Москве. Глава департамента региональной безопасности Москвы заявил, что альтернативные площадки не предложили, потому что организаторы и сторонники не единожды заявляли в соцсетях, что в ходе мероприятий будет проводиться агитация. В законе, даже в нашем законе написано, что надо предлагать альтернативные площадки. Но они там решили не предлагать. Вот просто взяли и решили. В итоге люди вышли на Пушкинскую площадь в полном соответствии со своими конституционными правами. И это был предсказуемый вариант развития событий. У людей есть свое мнение, они хотят его высказать и будут это делать. И демонстративные заявления в духе «а мы вам запрещаем, потому что мы так решили» людей не остановят. Кроме Москвы было еще как минимум два города, где власти показали себя во всей красе. Это Санкт-Петербург и Екатеринбург. В Санкт-Петербурге впервые за долгое время акцию Навального согласовали. Причем почти в самом центре, на площади Ленина. В штабе Навального очень обрадовались и стали активно звать на эту акцию, акцентируя внимание, что она будет согласованной. Но не тут-то было. За три дня до 9 сентября власти отозвали согласование, сославшись на прорыв трубы и ремонт. Трубу прорвало прямо перед митингом, а власти ну никак не могли ее починить несколько дней. И мы должны поверить в такое совпадение. Серьезно? В результате большой мирный митинг превратился вот в это. Людей было много, подавляющее большинство из них было настроено мирно. Но вот полиция действовала так, что получился не митинг, а разгон. В итоге в Санкт-Петербурге было задержано больше 450 человек. Многие из них очень жестко. И хочется спросить у некоторых чиновников, зачем? Зачем вы это сделали? Вместо согласованного митинга вы сделали массовое задержание людей, включая девочек и пенсионеров. Молодцы, показали лицо власти. А то вдруг кто-то после чемпионата мира стал сомневаться. Еще одним городом с жестким разгоном стал Екатеринбург. И там людей это поразило настолько, что одно из популярных уральских СМИ знаком вышло с таким заголовком. За один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей. Пишут журналисты, и они знают, о чем говорят. В городе даже несогласованные акции обычно заканчивались мирно. Люди спокойно выходили, скандировали лозунги и расходились. Но в этот раз было все по-другому. Хватали и задерживали даже случайных людей, которые просто по городу гуляли. В автозаке оказался и бывший мэр города Евгений Ройзман. Он вступился за кого-то из задерживаемых. И сам сел в полицейский автомобиль, чтобы поехать в отделение вместе со всеми. Уже после акции у здания УМВД бойцы ОМОН хотели задержать тех, кто пришел просто поддержать своих товарищей. Но будем с призывом «Женщины, давайте встанем, там же наши дети!» Преградили родители задержанных. В итоге молодежь разбежалась. К грузовикам спецназ возвращался под крики «Вы кого защищаете? Вы не тех защищаете!» «На своих же детей с дубинками пошли!» Кроме всего прочего задержали и трех журналистов. Они занимались освещением акции, но на них все равно составили протоколы о нарушении установленного порядка проведения митинга. Пресс-секретарь Главного управления МВД по Свердловской области заявил, что полиция не видит разницы между журналистами и другими митингующими. После этого главреды ведущих уральских СМИ написали открытое письмо главе следственного управления МВД и потребовали извинений. В конце репортажа из Екатеринбурга есть ссылка на частную беседу с сотрудником Главка. В ней он признался, что после сегодняшнего дня у него на душе кошки скребут. И тот прямо тянет обратиться к нашим властям. Чтобы кошки не скребли, рецепт очень простой. Перестаньте людей бить. Люди все равно будут выходить на площади и защищать свои права. Ни разгонами, ни угрозами этого не изменить. У людей есть право высказывать мнение, и они будут его высказывать. Слушайте, господа чиновники, и не говорите потом, что не слышали. Единая Россия проиграла выборы в парламентах трех регионов. Иркутской области, Ульяновской области и Хакассии. В четырех регионах губернаторы-единороссы не смогли победить в первом туре. Это результаты прошедшего вчера единого дня голосования. В Хабаровском крае в выборах участвовал действующий губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт. И выборы он проиграл, пусть и отстав от победителя на доли процента. Первое место занял кандидат от ЛДПР, а Шпорт сразу за ним. И теперь будет второй тур. Меньше 50% набрал единоросс Сергей Кравчук, который баллотировался в мэры Хабаровска. Этого все равно хватит для победы, потому что на выборах мэра второй тур не предусмотрен. Но как результат это очень показательно. Сразу понимаешь, почему сняли оппозиционного кандидата Алексея Ворсина. Знали, как люди относятся к власти, вот и сняли. В Хакассии у Единой России случилось еще более сокрушительное поражение. На выборах губернатора действующий глава Виктор Зимин проиграл коммунисту Валентину Коновалову 12%. Победили коммунисты и на выборах парламент Хакассии. У них почти на 5,5% больше, чем у Единой России. То есть явно жители Хакассии оказались не очень-то хорошо настроены к действующей власти. Наверняка оказало влияние на этот результат и поддержка губернаторам повышения пенсионного возраста. Он заявил, что нужно говорить иногда правду и сравнил протестующих против реформы с Бабой-югой. Также второй тур в Приморском крае. Там в реагу губернатора Андрей Тарасенко набрал меньше 50%, хотя исполняющим обязанности в прошлом году его назначил сам Путин. И уж точно не для того, чтобы он проиграл выборы. Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова тоже отправляется во второй тур. У нее 36% голосов. С ним Путин встречался совсем недавно, 16 августа, а Медведев вообще за несколько дней до выборов. Но это не помогло победить без дополнительного тура выборов. Видимо, размер средней зарплаты, а во Владимирской области это всего чуть более 33 тысяч рублей, на желание голосовать влияет сильнее, чем фотографии с президентом. В Москве Сергей Собянин, конечно, победил. У него более 70%. Это почти на 20% больше, чем в 2013 году. И в чем же причина такого роста? Все так прониклись в работу мэра и решили в едином порыве его поддержать? Или в том, что на этих выборах не было Навального, и поэтому многим людям не за кого было голосовать? Уверена, что второе. Выборы так и работают. Если есть альтернативный кандидат, который работает и рассказывает про свою программу, то он набирает много процентов. А если вместо кандидатов неизвестны люди, которые еще и ничего не делают, то, конечно, они проиграют. Результаты 9 сентября показывают, что люди готовы голосовать против единороссов. И делают это там, где есть более-менее известные кандидаты, которые ведут активную кампанию. Даже не так важно, от какой партии эти кандидаты – КПРФ, ЛДПР или какой-то другой. И это главный итог этих выборов. В России могут создать специальные суды для рассмотрения дел о репостах и мемах. Про это рассказал специальный представитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Его тезка, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не стал опровергать это предложение и назвал его экспертной точкой зрения. Спецсуды по соцсетям. Спецсуды. Вместо того, чтобы прекратить заводить дела за репосты и вообще отменить статью за экстремизм, у нас хотят создать для этого спецсуды. Вот в таком абсурде мы живем. В России можно сесть за картинку или репост. Жительницу Барнаула, Марию Матузну, обвинили сразу по двум статьям возбуждение ненависти и оскорбление чувств верующих из-за сохраненных в контакте мемов. 23-летней девушке из-за картины грозит до 6 лет колонии. Ее уже сейчас до приговора внесли в перечень террористов и экстремистов и заблокировали ей банковские счета. В этом списке экстремистов Матузна пребывает вместе с уже покойным террористом Шамилем Басаевым. Из-за картинок в списке с рядом с Басаевым и с угрозой сесть на 6 лет. И это не вымысел и не преувеличение. Это реально уголовное дело. Как правило, дела заводят на пользователей ВКонтакте. Это самая популярная в России сеть, и она сотрудничает с правоохранительными органами. На волне возмущения Мэлору Групп, которая принадлежит ВКонтакте, выступила за декриминализацию записей в соцсетях. В Госдуме ожидает первое чтение законопроект, в котором предлагается наказывать за экстремистские высказывания только административно, то есть штраф или арест до 15 суток вместо уголовного дела. Смягчение наказания за записи в соцсетях поддержало Министерство связи и уполномоченный по правам человека Татьяна Маскалькова. Она заявила, что важно не расширять искусное количество людей судимостью. Но вот специальный представитель президента по цифровому развитию говорит не про отмену или хотя бы смягчение статей, позволяющих сажать за картинки репосты. Нет, он говорит про создание спецсудов. Дальше что будет предлагать? Отдельные суды по видеоблогерам? По фотографиям котиков? А то вдруг кого-то оскорбит фотография вашего кота? Нельзя оставлять эту ситуацию без внимания. На этим абсурдом можно смеяться, но на самом деле это не смешно. Жители России реально преследуют из-за записи в соцсетях, проводят обыски, блокируют банковские счета и угрожают отправить в колонию. Так быть просто не должно. Статьи, которые позволяют сажать никому не угрожающих людей, просто за пост, картинку или видеоролик должны быть отменены. Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал политика Алексея Навального на поединок и пообещал сделать из него отбивную. Сделал он это в ответ на недавнее расследование ФБК о закупках продуктов для Росгвардии. Это можно было бы посчитать шуткой, но нет, есть видеозапись. Добрый день, господин Навальный. К сожалению, не смог сразу ответить на ваш обличительный монолог, потому что находился в командировке. Но дело это сразу по возвращению. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я бы не стал с вами разговаривать, если вы были бы человеком с улицы. Но вы же человек с президентскими амбициями. Навальный сейчас находится под административным арестом на 30 суток и поэтому не может пока ответить. Даже видеозапись эту замечательную посмотреть не может, потому что смартфон-спецприемник пронести не дают. Так что ответа от него господину Золотову придется пока подождать. Ну а я могу рассказать, что лично я про все это думаю. Во-первых, спасибо, что назвали Алексея по фамилии. Пусть не сам Путин, а его верный соратник и бывший охранник, но уже большой прогресс. А то как-то неудобно уже от такого специального отношения просто к фамилии становилось. Во-вторых, это же был ответ на расследование Навального про закупки в Росгвардии. Там в расследовании есть ссылки на госконтракты, сравнение цен, документы. И вот вместо разбора этих документов и объяснений, как складывается та или иная цена на продукты для Росгвардии, мы видим вызов на дуэль с обещанием сделать отбивную. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня. Это что такое? Это так себе господин Золотов представляет взаимоотношения чиновника и автора расследования? Может, он свою профессию с какой-то другой перепутал? А если бы автором такого расследования был журналист, он бы тоже его на дуэль вызвал? Фантастика просто. Большую часть видео Золотов рассказывает про то, что Навальный изделие из американской пробирки, про то, что оппозиционеры гнилые внутри и все в таком духе. И это первый раз, когда чиновник такого уровня с нами по-настоящему откровенен. Вы просто послушайте, что и как он говорит. Помните заявление, что в Кремле расследование Навального не успевает читать? Или рассказы про политическую силу, которая набирает всего несколько процентов? Теперь все уже не так. Теперь глава Росгвардии лично обращается к Навальному и рассказывает про его президентские амбиции. Не скрывает, что они там знают про оппозицию, все, что надо, читают и за всем, чем надо, внимательно следят. Знаете, господа чиновники, вы, кажется, что-то перепутали. Честные, независимые суды и человек, который требует таких судов, это хорошо для государства. Может быть, для тех, кто непонятно как-то построил себе дворец, это плохо, а для государства это хорошо. Это не только избавит многих людей от несправедливых приговоров, но и позволит экономике расти. Борьба с коррупцией – это хорошо. Защита прав человека – это хорошо. Равенство всех перед законом – это отлично, как и митинги, которые вы так не любите. Митинги позволяют власти увидеть, чем недоволен народ и вступить с ним в диалог. В диалог, понимаете, а не бить всех дубинками, делая вид, что тысячи людей по всей стране вышли на улицу, потому что их Газдеп направил. Ну и в конце хочу сказать вот что. Рассказы про Газдеп – это классно, но мы все еще надеемся услышать ответы про цены закупок Росгвардии по существу. С документами и объяснениями. Чиновники на то и чиновники, чтобы перед людьми отчитываться, а не реагировать на неудобные вопросы в формате «ты кто такой, я с тебя сейчас отбивную сделаю». Мы имеем право задавать вопросы и требовать ответов. И будем это делать дальше. Сцен руководителя российской разведки Сергея Нарышкина обращался за видом на жительство Венгрии. Такой вывод можно сделать из недавно вышедшей статьи «Новой газеты». В статье много оговорок, что это может быть полная тезка, что теоретически возможно совпадение, хотя совпадают там не только имена, но и год рождения и имя жены. Но у меня нет сомнений, что это именно сын главы службы внешней разведки России Андрей Нарышкин обращался за получением вида на жительство в Венгрии. Сергей Нарышкин – глава службы внешней разведки России. Занимает он эту должность с октября 2016 года. До этого был спикером Госдумы, главой администрации президента и вице-премьером правительства. Неужели у такого видного государственного деятеля родственники хотели получить вид на жительство в стране НАТО? Журналисты «Новой газеты» обращались в СВР за комментариями, но там им ответили, что этот вопрос не входит в компетенцию пресс-службы. Письма Андрея Нарышкину остались без ответа, и сам Сергей Нарышкин также не прокомментировал эту ситуацию. А вот другие люди, которые хотели получить вид на жительство в Европе, оказались не такими скрытными. Например, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Блотский. Он подтвердил, что он и его семья получили вид на жительство в Венгрии. Правда, заявил, что это было до депутатства, и сейчас они от него уже отказались. Рассказал о своем виде на жительство и гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. ВНЖ Венгрия получил для удобства безвизового передвижения по Европе. Каких-либо обязательств по проживанию в Венгрии в НЖ не накладывает. Честно признался он. Что сказать, спасибо за честность? Итак, что же мы имеем? Есть данные, что за видом на жительство страны НАТО обращались полные тезки родственников главы российской разведки, у которых еще и даты рождения совпадают. Некоторые другие люди, по которым есть уже аналогичные материалы, подтвердили, что да, это именно они и обращались. Как минимум, господин Нарышкин должен публично ответить на вопросы журналистов. Его ли это родственники? Получили ли они вид на жительство в Венгрии? Если получили, то как это вообще так? Пока ответов на эти вопросы нет. Получение вида на жительство среди семей наших чиновников или бизнесменов – вообще распространенная практика. Во многих странах, например, на Кипре или Мальте, действует программа, по которой в обмен на инвестиции можно получить вид на жительство или даже гражданство. И наши чиновники пользуются этим. Нужно им это не только ради свободного перемещения по миру. Они же знают, в какой стране живут и чем занимаются. Можно оказаться неугодным Путину или кому-то из высших чиновников, и российские суды внезапно не помогут. А тут-то запасной аэродром в Европе и пригодится. Отдельная категория любителей западной жизни – дети наших госдеятелей. Они все чаще не просто получают паспорт, а перебираются за границу насовсем. Например, сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина сначала уехал жить в Великобританию вместе со своей семьей, а потом и получил там гражданство. Вот внук Якунина катается на яхте по Темзе на фоне лондонских достопримечательностей. Сразу видно патриота в логове НАТО, а Россия, наверное, думает, как она там бедная под санкциями страдает. Или, например, Лиза Пескова – дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Она уже несколько лет живет в Париже. И не просто живет или учится, а обзавелась собственной квартирой. Лиза вместе с матерней владеет квартирой почти за 2 миллиона евро на авеню Виктору Гюго в одном из самых дорогих районов города. Ее отец в это время рассказывает про Великую Россию и про то, что любое давление из-за рубежа побуждает наш народ сплотиться вокруг сильного лидера. Мы, значит, тут будем сплачиваться и под санкциями жить, а их дети будут виды на жительство и гражданство в странах НАТО получать. Хорошо устроились? Только не думайте, что люди это не видят. Люди все видят и все про вас понимают. И рано или поздно вся правда о чиновниках и их уютных западных гнездышках станет известна. В Санкт-Петербурге на 25 суток арестовали координатора штаба Навального Дениса Михайлова. За этот год он проведет в спецприемнике 105 суток. 13 суток получила девушка с третьей группой инвалидностью, которая также была задержана 9 сентября. Суды за участие в протестах против повышения пенсионного возраста продолжаются по всей стране. За участие в митинге в Санкт-Петербурге также был арестован блогер Михаил Светов. При этом судья упомянула, что он ранее привлекался за демонстрацию нацистской символики и с учетом рецидива дала ему 10 суток. Сам Светов про это свое задержание ничего не знал и был крайне удивлен, что такое вообще вписали в его дело. Вот так вот и работают суды в России. Вписали что-то в протокол, дали 10 суток, а потом сами разбирайтесь. В Краснодаре 14 суток получил адвокат Михаил Беньяш. По свидетельству очевидцев, его били после задержания, но в рапорте полицейского написано совсем другое. Согласно рапорту, Беньяш, сидя в машине соловиков, сам стал биться головой о стекло и наносить себе повреждения, пытаясь сбежать. Понимаете, да? Сам стал биться головой в стекло. А полицейские говорили ему перестать, он их не послушал, и поэтому они были вынуждены привлечь его по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Вечер офигительных историй просто. Всего, по данным ОВД-инфо, было задержано почти 1200 человек. Задерживали из-за плакатов, лозунгов, участия в шествии, да и просто потому, что решили, что именно этого человека надо задержать. Теперь вот судят, хотя люди просто реализовывали свое право собираться на улицах и высказывать свое мнение. Как только не пытаются власти противодействовать акциям. Например, в этот раз они использовали новую тактику – задерживать всех известных оппозиционеров до митингов, чтобы даже не дать им поучаствовать. Так задержали сотрудника отдела расследования ФБК Георгия Албурова, политика Владимира Милова, сотрудника штаба Навального Николая Ляскина и многих других. Меня тоже задержали рано утром 9 сентября. Я провела незабываемые 14 часов ОВД Даниловская, хотя по закону меня могли держать там только 3 часа, потому что у меня есть ребенок. В регионах тоже явно прицельно задерживали сотрудников штабов Навального. Из 46 координаторов задержали 26, и это только непосредственно координаторов. Видимо, власти считают, что если задержать всех лидеров, то никакого протеста не будет. Но это не так. Вот посадили спецприемник Навального, и что, вышло у вас остановить акцию 9 сентября? Не вышло. Потому что людей не выводят за ручку на улицу. Они выходят сами и будут выходить. Потому что никто не может запретить людям высказывать свое мнение. Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае и поговорил там с рабочими. Этот диалог выглядел вот так. «Как вы живете?» – спрашивает Путин. «Очень хорошо», – отвечает ему. «Какие четкие правдивые ответы!» «Сразу видно настоящие!» Именно так же рабочие обычно о своей работе и своих проблемах говорят. Потом Путин решил узнать среднюю зарплату и не угадал. «Около 90 тысяч?» – спросил он. Но одна из работниц ответила «Нет, что вы, 30-40 тысяч!» Ее тут же поспешили поправить. Сказали, что по данным отдела кадров средняя зарплата 70 тысяч. На этом Путин успокоился и пришел к другой теме. Как же так получается, что у отдела кадров одна цифра, а рабочие говорят совсем другую, в два раза меньше? Очень просто. Средняя зарплата на заводе – это с учетом начальников и директора, у которого зарплата может быть и несколько миллионов. Если их все сложить и поделить, то действительно получится неплохая цифра. Только вот рабочим, которые получают 35 тысяч, от такой статистики не легче. Но в чем Путин прав, так это в том, что судовер-звезда – далеко не худшее место по зарплатам в России. Вот так, например, выглядят вакансии Олегцинского химкомбината в Тульской области. Раньше этим предприятием руководил Алексей Рогозин, сын бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина. А губернатором Тульской области является бывший охранник Путина Алексей Дюмин. 16 тысяч рублей. 16 тысяч. И на эти деньги люди живут целый месяц. Семьями своими живут. Это же просто издевательство над людьми. О каком величии страны вообще можно говорить, если у людей такие зарплаты? По данным Росстата, во многих регионах России даже средние зарплаты ниже 30 тысяч. Например, в Псковской области это 28 181 рубль. И эта начисленная зарплата, из нее еще должны вычесть налог в 13%, так что люди получают даже меньше. 28 тысяч – это 344 евро. В Эстонии, которая рядом с Псковом, средняя зарплата 1242 евро. Почти в 4 раза больше. У Эстонии нет ни нефти, ни газа, а деньги на зарплаты есть. Почему так? Дело в работе государства. В Эстонии используют свои ресурсы гораздо эффективнее, и правительство у них работает на благо людей. Россия могла бы жить гораздо богаче, но для этого нужны борьба с коррупцией, независимые суды, защита бизнеса и много чего еще. Все это возможно реализовать и довольно быстро. Нужна политическая воля и желание сделать богаче жизнь всего народа, а не только своих друзей по секции дзюдо. Новая газета показала поместье Романа Золотова, сына главы Росгвардии Виктора Золотова. Участок в 90 соток и дом почти в 700 квадратных метров расположены в Барвихе и оцениваются в 700 миллионов рублей. Рядом с этим поместьем располагаются участки Юрия Чичихина, зятя Виктора Золотова. Их площадь более одного гектара, и на них также расположен большой дом. Общая оценочная стоимость всей этой недвижимости может превышать полтора миллиарда рублей. Идеальное место для дуэли, пишет новая газета, и с ней трудно не согласиться. Про то, что Золотов и его семья далеко не бедные, известно уже давно. Еще в 2016 году Алексей Навальный рассказывал про их имущество, а дополнение к этому расследованию выпускала РБК. Но важно даже не то, что у Золотова или какого-то другого чиновника в принципе есть дом на Рублевке. Если они честно заработали эти деньги, то могут позволить себе покупать и дворцы, и самолеты. Важно, что высшие чиновники в России не привыкли отвечать на вопросы, откуда у них эти деньги. Чиновник – это наемный работник. Народ нанимает его, чтобы тот выполнял определенные функции. Как наемный работник, чиновник должен отчитываться перед народом. В том числе, откуда у чиновника деньги. Если при зарплате в миллион депутат живет во дворце за 100 миллионов, то это резонно вызывает вопросы. Но в России отвечать на такие вопросы не привыкли. Либо игнорируют, либо рассказывают про компот, либо и эта инновация от Золотова вызывает на дуэль. Бывают, конечно, и подробные ответы. Например, спикер Госдумы Вячеслав Володин недавно рассказал, что его 82-летняя мать купила квартиру почти в 400 квадратов метров на свои. В середине августа Алексей Навальный выпустил видео о том, что у матери Володина есть огромная квартира на Воробьевых горах. Ее оценочная стоимость – 230 миллионов рублей. Также 82-летняя мать спикера оказалась талантливым бизнесменом. На нее зарегистрировано несколько активно работающих фирм. И вот в ответ Володин рассказал, что его мать оказывается миллионерша и покупает квартиры на свои. А чем вам не нравится такое объяснение? Вот спикер Госдумы думает, что все объяснил. Надеюсь, однажды в России настанут времена, когда чиновники будут спокойно и честно отвечать на вопросы о своем имуществе. Не врать, не рассказывать про осужденного персонажа и не угрожать делать отбивную. Потому что люди имеют право задавать вопросы, а чиновники должны отчитываться перед людьми. Суд продлил арест в СИЗО четырем фигурантам дела нового величия. Двум девушкам, которые также обвиняют по этому делу, продлили домашний арест. Про дело нового величия стало известно в середине марта. Суть его заключается в следующем. Несколько молодых людей создали в Телеграме чат и обсуждали там политику. Затем к ним внедрился некий Руслан Де, и при его активном участии чат преобразовался в движение. Как пишет Медиазона, именно этот Руслан Де искал помещение для встреч, занимался созданием структурных подразделений и вызвался написать устав организации. Он же и дал показания, которые легли в основу обвинения. И вот уже группа из десяти человек, которая клеила листовки, террора заходила на митинги, превращается в экстремистскую организацию. Те еще экстремисты. Среди обвиняемых по делу есть две девушки. 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик. Сначала их тоже посадили в СИЗО. После этого в их защиту началась широкая общественная кампания. 15 августа в Москве прошел марш матерей с требованием отпустить девушек. На эту акцию пришли даже те, кто обычно на митинги не ходит. В итоге Павликову и Дубовик выпустили из СИЗО и позволили жить дома. Но само дело на этом не закончилось. Оно продолжается. Несколько человек сидят в СИЗО, девушки под домашним арестом. И это тоже непросто. А главное, если дело дойдет до суда, то его фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. В том числе 18-летней Павликовой. За изнасилование или пьяное ДТП с несколькими погибшими дают меньше. Отучат встречи, разговоры и до 10 лет. В два раза меньше, но тоже реальный срок грозит двум участникам акции 9 сентября, арестованным за применение насилия в отношении представителей власти. Одного из арестованных, по словам его адвоката, избивали дубинками, и он получил черепно-мозговую травму. Но на полицейских дела, естественно, не завели. В России можно получить реальный срок за толчок полицейского или за то, чтобы причинили ему физическую боль. В это же время на самих полицейских за грубое задержание и применение силы на митингах, как правило, дела не возбуждают. К сотрудникам силовых структур наши суды вообще часто относятся довольно благосклонно. Например, в Санкт-Петербурге дали условный срок полицейским, которые под угрозой пыток заставили задержанного отдать им деньги и купили на эти деньги 4 седьмых айфона. Вот так работает правоохранительная система в России. Можно получить реальный срок из-за толчка полицейского, а можно условно за угрозу пыток или даже за сами пытки. Прекрасной России будущего такого не будет. Участник Пусси Райт и издатель Медиазоны Петр Верзилов попал в больницу в тяжелом состоянии. Его близко уверены, что причина в отравлении. Сейчас Петр находится в реанимации без сознания. Вечером 11 сентября Верзилов сперва начал терять зрение, а потом способность разговаривать и прямо ходить. Его девушка Вероника Никульшина вызвала скорую. Уже там Петр впал в полубеспамятное состояние и перестал узнавать близких. На скорую он был доставлен в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы. Мать Верзилова приехала туда, но ее не пустили к сыну и отказались сообщить диагноз. Через два дня Петр Верзилов был переведен в институт имени Склифосовского. Его девушка пообщалась с врачами и сказала, что они исключили вариант инсульта. «Это точно отравление. Отравление холинолитиками. Это что-то типа атропина, цикломеда, то, что содержится в лекарственных препаратах», рассказала она после общения с врачами. Еще до того, как в Склифе провели обследование, близкие Верзилова заподозрили намеренное отравление. Дело в том, что акции и перформансы, которые организовывал Петр, вызывали настоящую ярость во властных кругах. И у последней на этот момент акции милиционер вступает в игру. Верзилов, Никульшина и еще две участницы Пуси Райт в полицейской форме выбежали на поле во время финала Чемпионата мира по футболу в Москве. Целью акции было привлечение внимания к работе полиции в России. В своем обращении группа потребовала освободить политзаключенных, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, не фабриковать уголовные дела и не держать людей в СИЗО просто так. Как видите, это нормальные, логичные требования. Правоохранительная система и должна работать с их соблюдением. Сама должна, без всяких акций. Но у нас в стране так не работает. После задержания с Верзиловым и девушками-участницами акции разговаривали крайне агрессивно с использованием фраз «Ты тварь кто такая?» и «Жалеешь, что сейчас не 37-й год». В итоге суд арестовал Верзилова и акционисток на 15 суток. Больше дать не могли, так как это максимальный срок по предъявленной им административной статье. Но было ясно, что эта акция в Кремле вызвала настоящую ярость, и там остались не очень довольны наказанием в две недели в спецприемнике. Когда Верзилову стало плохо, его близкие сразу заподозрили месть именно за акцию на финале Чемпионата мира по футболу. Тем более, что уже был случай отравления человека, который сильно насолил наши власти. Этот человек Владимир Карамурза. Он активно занимался продвижением акта Магнитского, который предусматривает введение санкций против российских чиновников. Юрий Сергей Магнитский расследовал мошеннические схемы чиновников, затем был арестован и погиб в матросской тишине в ноябре 2009 года. В СИЗО ему создавали пыточные условия и в итоге довели до смерти. В память о Магнитском закон, предусматривающий санкции против чиновников, нарушающих права человека, назвали акт Сергея Магнитского. В мае 2015 года Владимира Карамурзе внезапно стало плохо. Он впал в кому, и у него начали отказывать внутренние органы. В итоге ему поставили диагноз «токсическое действие неучтенного вещества», а восстановление заняло многие месяцы. В феврале 2017 года снова попал в реанимацию с похожими симптомами. После чего в цели безопасности покинул Россию. По факту своего отравления Карамурза подал заявление в Следственный комитет, но там до сих пор никого не нашли. Только в апреле 2018 года на волне внимания к теме отравления в связи с делом Скрипалей Следственный комитет возобновил проверку и наконец-то хотя бы опросил Владимира Карамурзу как потерпевшего. Таким образом, налицо факты. Два оппозиционера попали в больницу в тяжелом состоянии с явными признаками отравления. По первому случаю, который произошел еще в 2015 году, расследование хоть как-то формально и ведется, но никаких ощутимых результатов не дало. Это вам не полицейского на митинге толкнули. История с отравлениями и нападениями коснулась и меня. В ноябре 2016 года на моего мужа Сергея Мохова напали возле подъезда нашего дома. За ним следили от тренажерного зала на машине, потом подкараули возле подъезда нашего дома и вкололи шприц с неизвестной жидкостью в ногу. Он успел позвонить мне и упал в судорогах. К счастью, в больницу он пришел в себя и последствий вроде сейчас никаких не наблюдается. Муж подал заявление в полицию, но полицейские шесть раз отказывали в возбуждении дела. Шесть раз! И каждый раз прокуратура отменяла эти отказы. И все возвращалось по новой. А когда мы сами пытались найти машину, которая следила за моим мужем, полицейские сказали, что система фиксации потока машин в тот день дала сбой. Какое совпадение? Вот именно в тот день она взяла и сломалась. Нападение на моего мужа я связываю с постами и видео про бизнесмена Евгения Пригожина, известного как повар Путина. Мы в ФБК выпускали несколько расследований о том, как связанные с ним фирмы получали многомиллиардные госконтракты, а он и его семья обзавелись дорогой недвижимостью. Я желаю Пете скорейшего выздоровления. Я призываю расследовать все случаи отравлений и нападений на активистов. Я требую назвать причастных к организации таких нападений, невзирая на то, кто эти люди. Докажите, что у нас все-таки государство, а не вышедшая из-под контроля группировка любителей травить людей и нападать возле подъездов. Александр Петров и Руслан Баширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей, дали первое интервью. И какое интервью? Кратко напомню историю. Повышный российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта в английском городе Солсбери. Власти Великобритании почти сразу заявили о вероятной причастности России, но, как и положено, начали официальное расследование. И вот 5 сентября полиция объявила имена двух подозреваемых – Александр Петров и Руслан Баширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ. Англичане рассказали, как они приехали из России, как передвигались по Солсбери и много других подробностей. Но, естественно, всех интересовал вопрос – а где эти люди? Это их настоящие имена и кто они? И вот, наконец, спустя неделю Владимир Путин заявил, что их нашли. Путин назвал их гражданскими, а также заявил, что там ничего особенного и криминального нет. Да, он сказал, что нет ничего криминального, рассказывая про отравление людей. Реальных людей вам не показалось. На следующий день Петров и Баширов объявились в эфире Russia Today с потрясающей по достоверности историей. Они рассказали, что в Лондон поехали оторваться, а в Солсбери хотели посмотреть на знаменитый собор с высоким шпилем. Не верите? Вот же, там действительно есть собор. Затем Маргарита Симоньян, которая брала интервью, спросила, почему они жили вместе. И бравые парни, вот эти с фотографий, ответили, что не хотели бы комментировать личную жизнь. Естественно, в интернете это вызвало кучу шуток про их ориентацию, и Симоньян даже начала развивать эту тему. Ну а что, разве вам не кажется, что геи-любители готики как версия лучше, чем офицеры ГРУ, которые приехали травить боевым ядом людей в стране НАТО? Если все еще не верите, то, увы, мне нечем вам помочь. Там все, интервью такое. Сказали, что приехали смотреть собор, но дом Скрипаля в другой стороне. Сказали, что предприниматели средней руки, но название фирмы, где они были бы учредителями, не сказали. Сказали, что Баширов и Петров их настоящие имена, но паспорта на камеру не показали. И много чего можно привести еще в пример. МИД Великобритании назвал это интервью примером запутывания вопроса и лжи со стороны России. И это, конечно, неудивительно, с учетом того, сколько манипулятивной, а иногда и просто лживой информации поступает в последние годы от наших СМИ. Им нужно было предложить что-то большее, чем такое интервью. А то что-то пока лучше сходится британская версия, что офицеры ГРУ поехали травить людей в страну НАТО, и получили два тяжелых отравления и одну смерть британской гражданки. И теперь еще Россия получит новые санкции и имидж не сверхдержавы, а лживой державы. Прекрасной России будущего так быть не должно. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на выборах губернатора стоит сохранить муниципальный фильтр. От фильтра отказываться не следует. Если мы хотим, чтобы в избирательной борьбе не участвовали непонятные люди, партии, общественные движения, то фильтр необходим, рассказала она. Муниципальный фильтр – это такая хитрая схема, которая позволяет власти не допустить до выборов практически кого угодно. Его ввели в 2012 году, когда возвращали губернаторские выборы. Его смысл в том, что для регистрации кандидатом нужно собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов. Как правило, большинство мундепов за «Единой России». Вот и выходит, что решает, кто будет кандидатом «Единая Россия». В результате работы такого фильтра летом 2017 года не смог участвовать в выборах губернатора Свердловской области Евгений Ройзман, избранный на тот момент мэр Екатеринбурга. Избранный на прямых выборах мэр столицы региона не смог баллотироваться в главы этого же региона. Отличный фильтр, классно придумано. Муниципальный фильтр регулярно требуют отменить. Вот, например, в марте этого года 200 московских мундепов потребовали. Но кто же его отменит, если он так хорошо работает? Вот Ройзмана отсекли от выборов. А ведь он мог реально избраться. А тут раз и фильтр. Очень удобно. Тем более в наши-то времена. Посмотрите, какие результаты у «Единой России» на последних выборах. Действующий губернатор Хакассии Виктор Зимин проиграл первый тур. Действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт проиграл первый тур. Не смогли победить без второго тура и глава Владимирской области Светлана Орлова, и глава Приморского края Андрей Тарасенко. И это с фильтром. То есть допустили только тех кандидатов, которые хотели, и все равно умудрились им проиграть. Просто успех. Ну или, как говорит лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, достойный результат. Так что уверена, что просто так они в ближайшее время фильтр не отменят. А вот заставить его отменить можно. Если требовать допуска всех на выборы. Если требовать честных выборов. Если требовать и быть настойчивыми. Напомню, что с 2004 по 2012 год в России выборов губернатора не было вовсе. Их вернули после зимних протестов на Болотной и на Сахарова. Тогда, увидев 100 тысяч людей на площади, власть сразу пошла на уступки. Про выборы губернатора заговорила, про регистрацию новых партий. Люди ушли с площадей, и вот тебе фильтр, вот тебе такие условия для партии, что Навальным уже не раз и не два отказывали партию регистрировать. Так с ними и работает. Недавно мы получили этому очередное подтверждение. Увидели они огромный протестный потенциал по пенсионной реформе. Даже не 100 тысяч на площади, а просто потенциал. И вот уже Путин выступает с послаблениями. Митинги – одно из последних средств общения с властью, которые у нас остались. Их тоже пытаются запретить, но пока выходить на улицу можно. Так что выходите и боритесь за свои права. Если будем бороться, то тогда могут отменить и муниципальный фильтр, и даже так называемую пенсионную реформу. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.